Итак, давайте попробуем получить ответы на эти вопросы. Я вам представлю то, что мы получили за решение вот этих 13 дней в нашей Европе. Конечно, было бы не скромно говорить о том, что только мы занимаемся историей Армян. Вообще территория Армении является очень привлекательной для многих дисциплин, особенно для тех, кто изучает распространение индоевропейских языков, для распространения земледелия, других этих навыков. И именно через территорию Армении, не потому что это Армения была, я имею в виду много тысяч лет назад, именно через территорию Южного Кавказа, через территорию нынешней Западной Армении, нынешней Восточной Турции, проходили все вот эти миграции, которые способствовали распространению индоевропейских языков, распространению земледелия. Понятно, что это время предыстории армянского народа. Это предыстории других народов нашего региона. И нам надо понять эту предысторию. Если мы осветим эту предысторию, используя наши методы, то мы можем уже говорить о том, что мы стоим во истоках зарождения армянского народа. И мы можем то же самое сказать для других народов нашего региона, тех, кто занимается профессионально этим проблемой. Так вот, наши данные, проведенные по мужской половой хромосоме, подтвердили данные, которые были ранее получены нашими коллегами из Испании. О том, что армяне являются коренным населением армянского нагоря. То есть, основная часть генофонда, армянского генофонда, по данным, собранным у представителей, у потомков западных армян, она показывает, вот эти результаты показывают, что подавляющая часть генофонда является свойственной для данной территории. У нас есть возможность делать такой вывод на основании сравнения с результатами, полученными для народов данного региона, о которых существует общепринятое мнение их аборигенности на данной территории. Какова генетическая, какова степень генетического сходства какова между Западной Арменией и Восточной Арменией? Иногда вот задают такой вопрос, вот существует огромная разница между диалектами, да, Восточными и Западными. Понятно, что различие между диалектами, оно должно отражать ту изоляцию в течение очень многих веков, которая привела к как раз этим различиям в диалектах. Но коль скоро произошло накопление вот этих различий, и мы сегодня имеем очень большую разницу в диалектах, то же самое происходит и в генетике. Если в течение долгих веков определенные части, определенные сегменты одного и того же народа, говорящего на одном и том же языке, жили изолировано, то, естественно, возникли и генетические различия, но генетические различия на уровне мутации, которые накопились у данной группы. Так вот, когда мы сравниваем восточную часть армянства с западной частью армянства, мы видим, что существует определенный пробел, то есть какой-то дискретный переход оттуда, из восточной Армении в западную и западную и восточную. Почему? Да потому что надо интерпретировать эти результаты с учетом исторически сложившихся реалий. В течение почти, ну, я не знаю, там, более, около тысячи лет, может быть, может быть, там, плюс-минус для разных этих самых, для разных районов. Араратская долина, она, в общем-то, была объектом надеков, объектом завоеваний. Начиная с 7 века, после нашествия арабов, армяне стали покидать эти места. Читайте историки. Историки-то, кстати, не дадут соврать, что мне соврать. И, во всяком случае, мы сегодня находим в Араратской долине отсутствие коренного населения после 7 века. Потом они пришли туда, как изгнанное, после Туркминчайского договора. Поэтому сегодня восстановить картину Араратской долины довольно сложно. Слава Богу, сохранилась пара деревень, которые позволяют нам восстановить эту картину. И одна из них – это Ошакан. Ошакан, которые, так сказать, безвылазно остались в живых. Поэтому сегодня, когда некоторые исследователи нашей кафедры говорят о том, что существует разница между Восточно-Армянской генетической провинцией и Западно-Армянской, то ответы на этот вопрос довольно естественные, научные. Он возник по причине того, что между Восточной Арменией и Западной Арменией был вбит к ним в течение очень долгого времени. То есть это надо учитывать при интерпретации полученных результатов. Теперь по поводу запад Восточной Армении. Известно, что данный тезис о пришлости армян на территорию Восточной Армении, он используется в пропаганде наших восточных соседей для того, чтобы оправдать притязания на эту территорию, на политические притязания на данную территорию. Работу, которую мы провели начиная с 1997 года с английскими коллегами, и опубликовали ее в 2001 году, там нам удалось показать, и потом я старался это уже распространить на уровне таковых популярных изданий, что население Восточной Армении, а именно Сюник и Гарабах, является примерно 50-40%, свыше 40% генофонда, являются аборигенным, начиная с момента заселения этой территории современным человеком. То есть примерно 40% генофонда Восточной Армении это генетическое наследие первых поселенцев, те, которые вышли из Африки и оказались там. Данные опубликованы в очень уважаемом журнале, с точки зрения СССР. его научных достоинств, этого журнала, научного рейтинга этого журнала, и никто бы нам не позволил там надуманные результаты публиковать, поскольку публикация шла также с участием английских весьма признанных авторов. Далее. Около 30% оказывается генетическое наследие, полученное в результате перемещения земледельцев примерно тысяч, 10 тысяч лет тому назад. Шли очень интенсивные передвижения. После развития земледелия, когда население сильно увеличилось в результате демографического бума взрыва, естественно, народ растекся по различным направлениям, развелся по различным направлениям для того, чтобы уже освоить новые территории. Так вот, сегодня около 30% генофонда восточной Армении это генетическое наследие вот этих переселивенцев из Ближнего Востока примерно 10-12 тысяч лет тому назад. Существует еще вопрос, связанный с Кавказской Албанией. Мы знаем, что и Страбон на эту тему писал, и есть и армянские историки, которые писали про Кавказскую Албанию. Появилось огромное количество потом исследований довольно академических. Тревер, по-моему, да? Которые писали, это русские, советские исследователи, которые писали про Кавказскую Албанию. Но до сих пор неизвестно, какова же судьба населения Кавказской Албании. Они говорили на кавказском языке. Ну, сегодня осколки Кавказской Албании, я говорю это в смысле иносказательным, это два народа. Это Удины и Лизгины, которые говорят на языке древних албанцев. Куда же делать с остальной населением? По историческим данным, они ассимилировались с парлянами, современными азербайджанцами и грузинами. Те, которые были исламизированы, они стали субстратом, составной частью азербайджанцев. Те, которые были приверженцами армянской апостольской церкви, они вошли в армянскую, т.е. в армянскую частью армянского народа. Те, которые были приверженцами грузинской православной церкви, они, значит, в сторону грузии. Это три вектора. Можно ли оценить наличие вот этого субстрата генетически вот в этих трех народах? Довольно трудно. Причина в том, что азербайджанцы не соглашаются провести такого рода исследование всегда. Но даже ограниченные исследования, которые были проведены у них, максимальное количество обследованных у азербайджанцев это 100 человек. Ну, представьте себе, 3000 человек и 100 человек. Возьмите огромное, поэтому мы можем делать выводы относительно очень таких вот, ну, очень древних явлений, и не только древних, но и всевозможных явлений демографических в истории азербайджанского народа. Но, тем не менее, я попытался у семьи своих коллег зарубежных, мы попытались дать оценку присутствия вот данного компонента, албанского компонента, у нас и у азербайджанцев. Данные по Грузии тоже очень труднодоступны, поскольку там тоже нет широкомасштабных изучений Грузии с точки зрения генетики. Так вот, оказалось, эти данные пока не опубликованы, но я их, это самое, все время привожу в качестве уже опубликованных, поскольку они прозвучали на нескольких научных конференциях. Примерно 25% населения Восточной Армении носит в себе генетическое наследие албанского наследия. Генофонда, не народа, генофонда, поскольку мы все смешиваем. По этой истории азербайджан писали, что карабанские армяне, это албанские. Ну, 25% это не албанец. Ну, их историк было. Да, 25% это не албанец. 25% это всего лишь часть. Это четвертая часть. Но нужно учесть, что это исторически, тут не было ни населения, ни резни, ничего. Эти люди ассимилировались в результате мирного процесса. А тогда как происходит? А у албанского народа, если они существовали бы, сколько процентов альмянского генофонда? Знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, поскольку до сих пор не... Я только-только намереваюсь начать генетическое исследование Удина. Очень трудно. Вы знаете, что... Значит, исторически наследники этого Удина являются, да, албанцами? На самом деле, ну, сегодня, насколько, так сказать, я опираюсь на данные историка и юнииста. Остались два довольно крупных представителя Удина и Низгинеса. У азербайджанцев при наших грубых расчетах представительство примерно 35%. То есть 30%. Тоже албанского народа есть. Ну, опять же, эти цифры надо воспринимать с определенной, так сказать, с определенной... Оговоркой. Оговоркой следующей. Если в отношении армян мы можем это сделать с достаточной убежденностью, поскольку очень много армян изучено, то в отношении азербайджанцев ошибка может быть очень большая. И тут нужно еще учесть следующее, что эти оценки, они произведены с учетом генетического исследования очень ограниченной группы только этих самых... Лизгин. Удины не исследованы вообще. А вот Лизгинский, Удинский ученый, если есть, ну, наверняка есть, они сами исследуют свою... Нет, Лизгинов исследовал грузинский ученый Носинцы, который работает сегодня в Ленинске, в Германии. А эти данные совпадают они? Вы знаете, мы Лизгинов не исследуем. Мы просто, поскольку у нас один и тот же протокол, у нас единый протокол генетического работающих в этой области, мы просто имеем возможность сопоставить результаты наших исследований. Ну, естественно, доверяют друг к другу. Так вот, на основании этого исследования, опять же, повторю, 25% четверть в Восточной Армении, четверть это, значит, албанское население представлено, албанский генофонд представлен в нашем генофонде. И, грубо, треть в азербайджанском генофонде. В этом ничего, так сказать, не неожиданного, не, так сказать, неестественного. То есть, это все естественно. Это результат исторических процессов, демографических процессов, которые происходили на данной территории в течение очень многих веков. Каковы эти процессы? Об этом знают историки, об этом знают специалисты, которые занимаются историей данных народов. Мы просто делаем генетические исследования, которые позволяют выяснить те пропорции, которые можно найти только вот этим генетическим имбелем.